Добрый день! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней сегодня в эфире. Составилось до седьмое заседание Национального собрания Западно-Армении. Армянская делегация представила депутатам Бундестага. Послевоенную ситуацию в Армении. Газофицированное село Чунха в Джавахке. Пограничное село Барикамаван опустело. Восстановление стен Тигранакерта или попытки замаскировать разрушение. Реакция ЮНЕСКО на заявку Ирана и Армении. Палмоночество рваностырь Святого Тадеуса Апостоля. Новый армянско-грузинский мост готов. 6 июня состоялось 27 заседание Национального собрания Западно-Армении, на котором присутствовали депутаты из разных стран. После утверждения повестки дня депутаты коснулись деталей миссии делегатов Западно-Армении на своей родине. Они обсудили свои встречи с Западно-Арменией, с местными коренными армянами. Как отметил депутат Арман Гаспарян в США, каждый армянин должен обязательно посетить Западную Армению, чтобы почувствовать ту теплоту, которую испытывают к нам живущие там коренные армяне. Участники встречи решили хотя бы раз в год отправлять обязательную делегацию на свою родину и в дальнейшем расширять общение с проживающим там коренным армянам и привлекать в наши ряды депутатов оттуда. В ходе встречи было представлено выступление президента Армена Габра Амяна на заседании экспертного механизма ООН по правам коренных народов, которое получило положительные отзывы депутатов. В конце встречи была составлена повестка следующего заседания. Делегация группы «Дружба Армения» Грузия Национального собрания Республики Армения в ходе визита в Германию встретились с председателем вопроса внешней политики Социал-демократической партии Бундестага Германии Нильсом Шмидтом, депутатом той же фракции Бундестага Дирком Визе, Юанесом Скрапсом и Мартином Горстнером. В ходе встречи были обсуждены вопросы, направленные на расширение и углубление региональной ситуации международного сотрудничества в двухсторонних парламентских отношениях. Армянская делегация представила послевоенную ситуацию в Армении в регионе, озвучала задачи по сохранению армянского культурного наследия. Село Чучха Ахакалакского муниципального района было включено в список сел государственной программы газификации. В 2019-2020 годах в селе был проведен центральный газопровод, но в дальнейшем он не был распределен между жителями. В селе ждут подключения к центральному газопроводу, который за эти два года уже вышел из строя в деревне Чучха 85 домов. Вместо Чучхой по этой программе планировалось газофитировать село Ахакалакского района. Небольшое село Барикамаван Тавушской области Республики Армения с трех сторон окружено азербайджанскими позициями. Когда-то в селе проживало тысячи жителей. Сегодня здесь проживают около 116 человек. Учитывая, что более 17% населения села старше 60 лет, проблема оказания первой помощи является актуальной. Серьезной проблемой в деревне является питьевая вода. Вода в домах людей бывает только раз в неделю. Не менее важен вопрос безопасности. С азербайджанских позиций хорошо видны и село, и единственная дорога к нему. И хотя после 2015 года обстрелов здесь не было, но на фоне послевоенной ситуации жители обеспокоены. В селе есть и вторая дорога, большая часть которой находится вне зоны видимости азербайджанских вооруженных сил. Жители села занимаются сельским хозяйством. Западная Армения призывает руководство Армении немедленно решить этот вопрос. Иначе опустошение села приведет к плохим последствиям. И долг каждого прежде всего протянуть руку помощи жителям села, охраняющим границу. Отвечая на вопрос о восстановлении исторических стен города Тигран-Акерт Западно-Армении, бывший сопредседатель палаты архитекторов Тигран-Акерта Шарафан Айдин отметил, что турецкое государство всячески пытается скрыть ушерб нанесенных стенам. Крепости Гран-Акерта территория культурного ландшафта Сады Хейзвель были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО на 39-м заседании комитета, которое прошло в Бонне, Германия, в 2015 году. Архитектор заявил, что стены города были в большую степень разрушены из-за неправильных действий, примененных не так давно, и что сейчас делается все возможное, чтобы стереть следы, возникшие в результате вооруженных столкновений в квартале Сур. Наказательством этого является снос квартала Сур и строительство квартала в совершенно новом стиле. По его словам, все это делается для того, чтобы стереть историю бывшего Сура из памяти человечества. Айдин продолжил свое выступление следующим образом. Во время столкновения в 2015 году в квартале Сур использовались танки и артиллерия, поэтому стены были серьезно повреждены. Начавшаяся реставрационная работа направлена на то, чтобы скрыть все эти разрушения историю Сура и представить ее туристам в совершенно ином виде. Западная Армения выражает надежду, что под прикрытием этой преставрации не пытаются уничтожить армянский след, несмотря на то, что у нас есть все аргументы, доказывающие армянский характер этой замечательной крепости. Центр международной информации и сетевого взаимодействия Азиата-Тихоокеанского региона под покровительством ЮНЕСКО в отдельной статье коснулся регистрации заявки Республики Армения в ЮНЕСКО на тему «Паломничество монастырь Святого Апостоля Тадея» подготовлено совместно с Исламской Республикой Иран. Монастырь Святого Тадея считается одним из первых сидельцев христианства в Армении. Он расположен в исторической провинции Артас в области Маку, современного Ирана. Регистрация заявки заслуживает высокой оценки, поскольку представляет собой совместную защиту и обеспечивает жизнеспособность материального и нематериального культурного наследия, а также армяно-иранское культурное сотрудничество. Заместитель министра территориального управления инфраструктуры Республики Армения Кристина Галя-Чан, исполнительный директор фонда дорожного управления Гор Аветысян посетил Баграт Ашель и ознакомилась с ходом строительства нового моста на территории Садахло-Баграт Ашель в реке Тибет. Работы по строительству моста «Дружба» уже завершены. Мост Буденздан – эксплуатацию в ближайшем будущем. Западная Армения считает важным развитие инфраструктур соседним государством. А сейчас музыкальная часть – армянская народная песня. Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь миром! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова